Добро пожаловать в Белый дом. Настоящая церемония и договор, который мы сегодня подписываем, служат прекрасным примером награды за терпение. Более шести лет тому назад, 18 ноября 1981 года, я впервые предложил то, что впоследствии стало называться нулевым вариантом. Это было простое предложение, можно сказать, обезоруживающе просто. В отличие от договоров прошлого, этот договор не просто узаконил существующее право. Или новое наращивание вооружений. В нем не говорилось лишь о том, чтобы взять гонку вооружения под контроль. Впервые в истории обсуждение контроля над вооружениями было заменено понятием сокращения вооружений. В данном случае, полной ликвидации целого класса американских и советских ядерных ракет. Это, конечно, потребовало резкого сдвига в мышлении и некоторого времени для того, чтобы этот подход стал понятным мировой общественности. Реакция на это была по меньшей мере смешанной. Для некоторых, нулевой вариант казался недоступной мечтой и чем-то нереальным. Для других, он казался просто пропагандистским приемом. Но с терпением, упорством и приверженностью к делу, мы превратили эту недоступную мечту в реальность. Продолжение следует... Господин генеральный секретарь, я уверен, что вам знакомо и известно басни Крылова о лебеде, раке и щуке. Хорошо. Так вот, эта тройка однажды взялась сдвинуть с места воз. Они впряглись в него. Воз не был очень тяжелым, но, несмотря на всех их усилия, они просто не смогли его сдвинуть с места. Дело в том, что лебедь тянул воздух, рак все пятился назад, а щука стремилась в воду. В результате они ничего не добились, и воз поныне там. Нужно сказать, что крупные и основные различия в понятиях о нравственности по-прежнему существуют между нашими странами. Однако сегодня, по крайней мере, по этому жизненно важному вопросу, мы видим, чего можно добиться, когда мы вместе тянем в одном направлении. Одни лишь цифры подчеркивают значение этого соглашения. У советской стороны более 1500 развернутых боеголовок будет снято с ракет, и все ракеты средней дальности наземного базирования, включая СС-20, будут уничтожены. С нашей стороны все ракеты Першинг-2 и крылатые ракеты наземного базирования с более чем 400 развернутых боеголовок будут уничтожены. Дополнительные запасные ракеты у обеих сторон также будут уничтожены. Дополнительные запасные ракеты уничтожены. Дополнительные запасные ракеты уничтожены. Но значение этого... На каждой встрече вы это повторяете. Вы повторяете это в каждом встрече. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok